Здравствуйте, наши дорогие и уважаемые подписчики! Спорный мяч снова с вами! У нас был вынужденный двухмесячный перерыв. Последний выпуск у нас вышел в марте месяце. Но этому есть объективные причины. Дело в том, что апрель был очень богат на крупные спортивные события. И ваш покорный слуга дважды за апрель принял участие в судействе соревнований. Поэтому сейчас я, пользуясь случаем, как это модно, хотел бы передать... Привет! Сначала я хотел бы передать слова благодарности организаторам и всему судейскому коллективу турнира ТОП-16 сильнейших спортсменов России в памяти Сергея Федоровича Власова, который прошел в начале апреля в Верхней Пышме. Привет! 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 Также привет и слова благодарности организаторам и всему судейскому коллективу первенства России до 16 лет, которое в конце апреля прошло в прекрасном городе Архангельске. Я хочу сказать, что эти турниры были замечательно организованы. И хочу поблагодарить не только от себя, а от лица, я думаю, всех судей, принимавших участие, за прекрасную организацию, за теплое, очень дружелюбное отношение и за искреннюю любовь к настольному теннису. Это было видно в каждом, каждый день, в каждый момент времени, в течение всех соревнований. Спасибо вам! Привет! Ну а теперь мы перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска. На самом деле тема неоднозначная, непростая. Называется «Выпуск. Спорные моменты и судейские ошибки». Какой ужас! Но я думаю, что все-таки стоит об этом поговорить. Выпуск будет коротким. Мы дадим три ролика. Первый ролик будет такой, отчасти развлекательный, отчасти познавательный. Второй ролик – это будет пример судейской ошибки. А третий ролик – это будет пример как раз правильного решения судей. Поэтому начнем. У нас достаточно высокий уровень судейства. И судейский корпус России отличается высокими компетенциями и профессиональными качествами. Малон request review about service hidden by face. Но все-таки вы прекрасно понимаете, что все мы люди, все мы человеки. И судьи, конечно, это не роботы. Это жили люди. И судейские ошибки очень редко, но они все-таки случаются. Это случается не так часто, как может показаться. Потому что, если представить, сколько решений принимает судья в течение одной встречи, одного командного матча, одного игрового дня, всех соревнований. Это будут сотни решений судейских. И они в подавляющем большинстве, они, безусловно, верные. Но, конечно, какой-то процент ошибок все-таки существует. И я думаю, что не все правильно реагируют на такие моменты. Кто-то относится с пониманием, кто-то начинает предъявлять судьям претензии. О, Кириллов снимает подачу еще. Я ведь чемпионат так подавал, вы мне при 10-6 говорите первый раз в финале. Какие-то нелицеприятные вещи говорить. В этом случае стандартный совет. Поставьте себя на место другого человека. Поставьте себя на место судьи. И подумайте о том, что когда игрок играет настольный теннис, он сконцентрирован только на розыгрыше, на самой игре, на полете мяча, на выполнении собственных действий. И в этот же момент судья, который судит вашу встречу, держит в голове и должен правильно контролировать и анализировать десятки различных параметров, которые происходят в этот момент. Не только ход самого розыгрыша, но и он должен боковым зрением видеть всю площадку. Он должен видеть и понимать, что происходит на скамейке запасных. Как ведут себя тренеры, нет ли нелегальных советов. И, естественно, это огромный комплекс всего, что должен судья одномоментно делать. Поэтому, конечно, бывают ситуации, когда все-таки по какой-то причине судья может принять неверное решение. Но я повторюсь еще раз. Это бывает крайне редко. Это исключение, а не норма. И сейчас мы как раз разберем парочку таких моментов. Сейчас мы вам покажем первое видео. И этим видео мы преследуем две цели. Во-первых, оно носит определенный развлекательный характер. Вы просто посмотрите этот прекрасный эпизод настольного тенниса. И попытайтесь самостоятельно, на скорости, на которой это видео вы смотрите, принять решение, как вы считаете, какая из пар выиграла этот розыгрыш. Пара в черных футболках или пара в красных футболках. Наверное, вы приняли для себя какое-то решение, как вы считаете, какая из пар выиграла этот розыгрыш. Пишите в комментариях к нашему выпуску ваше мнение. Ответ на этот вопрос, на разбор этого ролика мы дадим в нашем следующем выпуске. Но я думаю, что вы вряд ли смогли бы принять это решение, если бы не поставили этот ролик на замедленное воспроизведение. Потому что слишком большие скорости. И сходу совершенно непонятно, все-таки пара в красных футболках или пара в черных футболках выиграл этот розыгрыш. Представьте себя теперь на месте судьи, который на реальных скоростях и в реальной жизни, в реальном матче этот розыгрыш судит и должен принять решение. Это очень непросто. И судьи справляются с этой задачей. Ну а теперь перейдем к двум реальным примерам. Сейчас вы посмотрите первое видео. Да-да-да, вы не ошиблись. На этом видео я. Это эпизод с недавнего апрельского первенства России до 16 лет. Которая проходила в прекрасном городе Архангельске. И это пример ошибочного принятия решения судьей. Да, это был я. Я немножко вам объясню ситуацию. Вы наверняка знаете правила настольного тенниса и помните ситуацию со сдвигом стола. Да, то есть когда сдвигается стол, то очко проигрывается тем, кто стол сдвинул. Но для этого необходимо, чтобы мяч уже еще не вышел из игры. Да, поэтому когда, допустим, при атакующих действиях игрока происходит сдвиг стола, судья должен сначала принять решение, что было сначала. Был сначала сдвиг стола в процессе розыгрыша, когда мяч еще не вышел из игры. Он мог уже быть далеко достаточно, но он еще был в игре, розыгрыш не закончился. Или все-таки сначала мяч из игры вышел. И тогда уже, естественно, очко выиграно тем, кто сдвинул стол. Потому что сдвиг стола был произведен после окончания розыгрыша. Так вот, когда я судил этот матч и непосредственно этот эпизод, конечно, это было все на таких высоких скоростях, у меня сложилось полное впечатление в голове, что все-таки мяч сначала коснулся пола, розыгрыш был закончен. А только потом уже игрок, немножко побалансировав над столом, на него упал и произошел вот этот сдвиг. Поэтому я присудил очко игроку, который атаковал. Ну, потом все-таки ко мне потом подошли уважаемые тренеры наши и сказали, что они смотрели этот эпизод на замедленной съемке. И все-таки, что во время сдвига стола мяч еще находился в игре. И я вот тоже предметно уже потом на замедленной съемке, я посмотрел этот эпизод, и у меня тоже сложилось такое впечатление. Поэтому вот вам пример, когда судья все-таки принял ошибочное решение. Видите ли, у судей свои привилегии, мистер Райс. Я вот могу делать все, что угодно. Но на основании своего четкого мнения и восприятия этого игрового эпизода. Максим, ты сыграл внизу, в бок, в мяч полетел. Как он вылетел? Он вылетел в бок, он отлетел не в бок. Он отлетел не в бок, вставал. Ну а теперь вы посмотрели второе видео, где судьи приняли совершенно правильное решение в спорном, достаточно спорном эпизоде, где стороны были по разную сторону баррикад. Потому что совершенно очевидно, и несколько раз я пересматривал, даже с этого ракурса видно, что Максим Боков наносил топ-спин практически с пола, с внешней стороны от стола, и отскок мяча был тоже в сторону от стола. И, конечно же, судьи приняли абсолютно верное решение, что это был бок. Здесь хочется еще отметить следующее. В каких-то комментариях к этому видео, которое, в общем-то, разбиралось и обошло определенный круг теннисистов, были заданы вопросы. А почему ассистент судьи, ведущего, молчал и вроде как не проявил внешне свою какую-то реакцию, чтобы, потому что эта сторона, естественно, она находится в полном ведении, и это является зоной ответственности именно ассистента ведущего судьи, который был непосредственно перед, находился перед этим краем стола. Так на это я хочу вам ответить, что между ведущим судьей и ассистентом на самом деле налажена очень четкая связь. И жесты, слова, информацию, которые передают судьи друг другу, она со стороны очень часто бывает не видна. Это совершенно не значит, что ассистент ведущего судьи не имел собственного мнения и никак его не проявил. Это значит, что вы просто не видели жеста, не слышали слова и так далее, которое действительно передало информацию от ассистента к ведущему судье. И на самом деле это как раз говорит о слаженности работы судейской бригады и о высоком профессионализме этих судей. Ну а теперь давайте пару слов о непростом моменте. Дело в том, что когда судья принимает решение по какому-то спорному игровому моменту, мы с вами прекрасно понимаем, что это будет решение, оно все-таки в пользу одной или другой стороны. Поэтому для одной из сторон, особенно если этот момент спорный, судья примет правильное решение, а для другой, другая будет считать, что это решение неправильное. Ну, это психология человека так устроена. Тем не менее, к таким ситуациям, естественно, нужно относиться с пониманием, с достоинством и для себя четко понять, что судья принимает решение на основе своего четкого суждения конкретного эпизода, конкретной игровой ситуации. К сожалению, это происходит не так часто, но все-таки судьи сталкиваются с негативной реакцией игроков, некоторых отдельных игроков и, к нашему великому сожалению, некоторых отдельных тренеров на вот это принятие решения в ту или иную сторону. И даже бывает, что судьи потом слышат какие-то нелицеприятные слова в свой адрес как во время матча, так и зачастую в кулуарах там после окончания встречи. Так вот, это просто некий такой призыв. Я призываю всех и игроков, и тренеров, и всех, кто причастен к настольному теннису, и зрителей, относиться с пониманием к решениям судей в непростых ситуациях, и самое главное, относиться с достоинством к принятию таких решений и не позволять себе каких-то отдельных неправильных выпадов или поступков. Это исключение, таких случаев мало, но тем не менее, они все-таки есть, и мои коллеги, судьи, с которыми мы находимся на постоянной связи, иногда рассказывают о таких эпизодах. Спасибо вам, и до следующего спорного мяча. Спорный мяч с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова